Всем привет, с вами Каролина, и добро пожаловать в новое видео. И сегодня мы с вами поговорим о том самом стажёре, который мог танцевать вместе с BTS. Но, в общем, то, на что же променял он подтанцовку в группе BTS, мы с вами уже очень скоро поговорим. А пока что, конечно же, подписывайтесь на мои социальные сети, также подписывайтесь на мой лайв-канал, где тоже много всего интересного. Но, а я вас всех очень сильно люблю, но мы начинаем. Ну, а речь сейчас пойдёт об Омхане из компании Fly Music, который собирается в скором времени дебютировать в группе Mount Arena. Но, что же такого произошло, и как он вообще мог попасть в подтанцовку группы BTS? А это то, что изначально он, в принципе, даже и не знал, что когда хореограф спросил о том, свободен ли он в выходной, что речь идёт о BTS. Потому что, да, действительно, хореограф компании подошёл к нему и спросил, чем же Бомхан будет занят на выходных. А ему в то время нужно было готовиться к SAT. И вот, получилась такая забавная ситуация, когда хореограф ему говорит, что вот, есть такой вот вариант на выходные. Он такой, нет, я буду готовиться к экзамену. И в итоге, через некоторое время выясняется, что когда он пришёл на танцевальную практику, то у других ребят была такая реакция, что, вау, мы так благодарны нашему хореографу за то, что он предоставил нам такую возможность. Это так классно, это так замечательно, быть в потанцовке у группы BTS. И он такой, стоп, что? Потанцовка? BTS? И оказалось, что да, он действительно многое пропустил. Когда он пытался готовиться к экзаменам, то он упустил возможность потанцевать в BTS. И это при том, что в целом он никуда не поступил. То есть, он пропустил возможность побыть на одной сцене с BTS. И при этом ничего не получил за это в награду. Похлопаем. Похлопаем логики некоторых ситуаций. И странным совпадением. Поэтому да, если вдруг вы когда-то станете стажером, и вас вдруг спросят о том, не заняты ли вы на выходной день, то, пожалуй, наверное, не стоит упускать такой возможности. Потому что, мало ли, вдруг вас тоже позовут танцевать с какой-нибудь популярной группой. Либо же просто выступать где-то с какой-то популярной группой. Кто знает? Кто знает? Точно так же, как, возможно, если вы тот самый человек, который хочет учиться в университете в Южной Корее, то там тоже периодически случаются ситуации, когда у вас могут спросить, не заняты ли вы, допустим, в какой-то день. И при этом вам могут предложить поработать на каком-то мероприятии. И определенно стоит больше уточнений давать в сторону того, куда же вас зовут, что же предполагается, почему человек у вас спрашивает, не заняты ли вы в какой-то определенный день. Потому что вот таким вот образом, не поинтересовавшись, не узнал, зачем у вас спрашивать касательно вашего свободного, либо же несвободного времени, вы можете легко упустить такой вот шанс. Ну и, конечно же, возможно, у вас в жизни уже были какие-то такие ситуации. Пишите о них в комментариях. Давайте там обо всем этом поговорим. Ну, а я вас очень сильно люблю. И до встречи в следующих видео! Субтитры сделал DimaTorzok